День защитника отечества И то, что в настоящем бою они тоже выдержат, сомневаться не приходится. Ну, конечно, на войну 23 февраля мы никого отправлять не собираемся. А вот пригласить в военную часть – это вполне реально. Неподалеку от подмосковной Балашихи, где базируется хоккейный клуб МВД, расположена отдельная дивизия оперативного назначения внутренних войск МВД России, куда в преддверии Дня защитника отечества и отправился один из бойцов ХК МВД. Итак, заряд армейского настроения получал доброволец Юрий Бабенко. Шагом марш в Центр огневой подготовки и класс обучения профессиональных водителей. У нас предыдущие раскатки, а здесь настоящая стрельба. Пойдем попробуем. Сегодня плановые занятия, они занимаются, причем у каждого свой участок, у каждого отработка своего вот именно управления, свое оружие. Тир не пустует, да? Тир не пустует никогда. У них расписан четко день, вот АДУЕ. Они сейчас первую группу пропускают свою и потом будут заниматься вами. Чтобы вы сами на себе ощутили тот, как говорится, потенциал работы, который они проходят практически каждый день. Чтобы совершить свое боевое мастерство и в любую минуту выполнять эту постольную задачу. Чтобы сравнили со своими, да? Да. Ясно. Ну что же, задание ясно? Начинаем. Э, только сперва рядовой Бабенко, пожалуйте в спортзал на разминочку. Я личный состав непосредственно занимается. Состав центра спецназа занимается физическая подготовка. А, у нас нет гири. Немножко другая специфика. Но я думаю, что гири везде самые тяжелые, 32 килограмма, да? Да. Да. Стоят. Вот они. Гирюшки. Классические, да? Я буду служить по границам в лесах. Я вернусь домой в медалях. В орденах я буду ходить в фуражке. Все пока, скажи так всем. Все пока, все пока. Так же, как всем. Вот теперь можно и приступать к делу. Начинаем с более-менее знакомого. Идем в класс, где учат вождению. А заодно и посмотрим, какой шофер из нашего добровольца. Быстрая езда по горам, по дорогам, много машин. Это понятно, что опасно. Определенная специфика, да? Некоторые офицеры у нас обладают удостоверениями, контраварийными. То есть, как бы специалисты считаются. Ну, кто преподающий. А начинается все здесь. Да, начинается со сна. Как в папину модель «Жигулей». Сцепление, подсосик и поехали. У меня был интересный случай, когда меня остановили. Я говорю, так и так вот спешу на тренировку. И инспектор спросил, а за какой клуб я играю? Я сказал, что ХК МВД. На это был ответ. Не повезло тебе, я за «Спартак» болею. Все, боец готов. Берем в руки оружие и идем совершенствовать снайперские качества. Мишень, по которой будет вести все четыре выстрела. Вторая. Пистолет без боеприпасов. Сейчас, да? Разряжет. Находится на предохранителе. Когда даем магазин с боеприпасами, четыре патрона. Вставляете до щелчка. Щелчок, это все вставлено. Встали, приготовились. Когда готовы, самостоятельно даю вам команду «Погонь». Навели на цель, ровные мушечки и начинаете выстрел. Я стрелял до этого из боевых пистолетов автомата, но хочу сказать, что такой результат был, такой плохой результат у меня первый раз. Отстрелялись на отлично. Неужели действительно новичкам всегда везет? Или Юра что-то скрывает? У моей супруги больше опыт к стрельбе, потому что она меня, в принципе, и брала до этого в тир. И у нее очень неплохо получается. Опять же, у супруги в семье целое поколение. И папа с ее служил и проходил многие боевые точки. Также дедушка достиг очень больших военных результатов. Поэтому, скорее всего, что я нашел свою половину с военной историей. Но, если честно, большие впечатления. Я первый раз нахожусь в дивизии, на территории дивизии, которая, насколько я теперь уже понял, находится постоянно в боевой готовности. Но и последний штрих, без которого никак нельзя было обойтись. Почтим память тех, кто до наших дней не дожил, погиб в бою за Родину. Русский парень в огне не горит. Русский парень в воде не тонет. Я поздравляю всех мужчин с 23 февраля. Желаю всем крепкого здоровья и счастья. Спасибо. Вам спасибо большое. Хоккей – наша игра. Субтитры создавал DimaTorzok